привет это фрилансер по жизни и сегодня научу тебя делать вот такие замечательные табы либо вкладки используя только html и css поехали традиционно начнем с html кода для того для начала я создам оболочку общую контент вот далее блог с самими табами табс далее хочу создать навигационный блок для этого я создаю тег нав табс айтамс так и собственно сам сами вкладочки ссылочка табс айтам и вот здесь вот в атрибуте href я укажу якобы адрес к нашему табу там 0 1 так и придумаем какое-то название допустим первая вкладка да и таких вкладок я хочу сделать 3 для этого я дублирую это все делом и здесь вот меняю адреса 23 и собственно название 2 вкладка и 3 вкладка отлично теперь создадим собственно содержимое наших там идем ниже создаем табс body так и сами блоки содержимым табс блок вот и вот здесь вот я присваиваю ему имя которое равное вот этому значению с помощью идентификатора айди таб 01 отлично и здесь вот я заполняю его текстом ну чтобы нам было понятно какой этап открыт я начну этот текст собственном вот с название вкладки значит первая вкладка а дальше просто текст рыбу вот таким образом и опять же нам нужно таких штук 323 здесь меняем здесь меняем и меняем сами название 2 и 3 хорошо можем еще ниже под самими табами добавить некий блок с текстом чтобы нам было просто понятней как будто мы то бы наши интегрируем в какой-то реальный проект где ниже есть какой-то реальный контент тоже просто блок с текстом вот это сугубо для наглядности и еще я бы хотел допустим во второй кладке вкладке увеличить количество текста чтобы нас просто не было одинаково опять же для лучшей наглядности хорошо я думаю все и можно переходить в css но в css файле у меня уже есть некоторое обнуление минимальная да вот а далее собственно я перенес имена классов из нашего уже конкретного урока и так для контента я задам максимальную ширину 1000 пикселей вот и собственно от центру вот так чтобы нам было комфортнее за всем наблюдать также я хочу немножко вот отступ сделать вот таким образом отлично сами табы я сразу поставлю нижний нижний отступ чтобы отделить блок табов от текста который мы просто добавили для наглядности помню да далее tab items это собственно оболочка для наших вкладок display flex применяем и собственно сами вкладки значит поскольку их 3 я применяю flex 133333 процента то сделаю их равными с такой вот шириной далее задам высоту допустим 50 flexbox и центрую вот так пока у нас ничего не видно поэтому зададим немного стилей самому тексту текст decoration но вот таким вот образом мы видим что у нас три вкладочки появились появилась отлично дальше собственно сами табы для них какой-то паддинг 20 пикселей и зададим еще какой-то стиль текстов он сайт 18 line high 24 посмотрим вот у нас все три вкладочки здесь также я хочу их сделать разными цветами для этого я буду обращаться каждой вкладке с помощью псевдокласса nts child 1 так и здесь вот background color поставлю вот такой вот розовенький да сразу скопирую 2 и 3 для 2 у меня заготовлен вот такой вот цвет и для 3 вот такой вот зелененький отлично теперь все выглядит намного позитивней класс идем дальше и что нам нужно сделать нам нужно изначально естественно эти все вкладки скрыть вот поэтому это мы и делаем дисплей но и так у нас остался здесь наш контент который мы тоже немного можем вот так вот стилизовать вот хорошо и собственно какая у нас стоит задача а задача у нас стоит такая что при нажатии на вот элемент управления на вкладку на собственно должно открыться его содержимое да но при этом джесс мы не используем будем использовать отличный псевдокласс таргет поэтому я беру наш нашу вкладку содержимое да применяю псевдокласс таргет к нему уже дисплей блок отлично мы уже видим что у нас что-то появилось значит первая вкладка нажимаю на вторую у нас меняется все открывается вторая вкладка и то же самое происходит с третьей вкладка отлично хорошо у нас в принципе уже работают табы ура но я хочу чтобы и вкладка окрашивалась как бы в тот же цвет вот но уже с помощью вот этого вот псевдокласса таргет сделать я это не смогу потому что он применяется именно к тому блоку на который указывает вот этот вот вот это вот ссылка как бы вот этот вот это значение атрибута href то есть при нажатии на первую вкладку срабатывает вот этот адрес он ищется находится и вот именно этому блоку применяется псевдокласс таргет они самой ссылки но можно выкрутиться выкрутиться с помощью псевдо элементов для этого я создаю для наших вкладок с контентом с текстом псевдо элемент бифу с пустым контент вот далее высота у меня 50 пикселей по высоте собственно элементы управления вкладки так и ширина у меня 33 и 333 процента тоже по ширине этой вкладки собственно так и а значит позиция абсолют топ минус 50 тут я ничего не задаю пока вот и относительно чего мы это будем позиционировать относительно вот этих вот блоков поэтому тут можно позиция на рла этим задать вот хорошо далее нам нужно эти штуки покрасить чтобы собственно было нагляднее что же я только что сделал для этого я обращаюсь к первому до объекту tabs блок и окрашиваю его псевдо элемент before вот в тот же цвет и значит первый элемент пи первый псевдо элемент у нас находится слева далее то же самое проделаю со вторым меняю вот но left у меня 33 и 333 процента так и а значит будет он станет виден когда я переключусь на вторую вкладку вот у нас уже что-то получается и мне осталось это дело сделать проделать то же самое с третьим объектом только тут будет не left а right соответственно если вкладок больше либо меньше то вот эти все значения подбираются собственно под количество вкладок например вкладок 4 значит здесь будет left 0 здесь left получается 25 процентов вот тут будет left 50 процентов и 4 будет right 0 думаю что это уже понятно хорошо но мы все прекрасно видим что у нас это вот псевдо элемент перекрывает собственно саму надпись до вкладки для этого мы возвращаемся чтобы это исправить мы возвращаемся в html и здесь я добавлю вернул наш текст в спор так вот вот таким вот образом и а теперь мне нужно к этому спону я к нему обращаюсь помощью там айтам спан так и ему я позиция на летив релатив релатив и z-индекс 2 вот отлично мы видим что наш текст появился и теперь он над этой вкладкой замечательно на пока у нас все неплохо работает вот но мы не знаем как это выглядит на мобилке значит сужаем экран и видим что у нас в какой-то момент вкладочки а ломаются выглядит все нехорошо при при том что в данной ситуации мы не можем как-то вида их изменить то есть мы не можем поставить одну под одну и так далее будем выходить другим способом я создам медиа запрос так мне нужно меньше 600 пикселей да вот как раз примерно замечательно вот и мне нужно обратиться к спаму вот собственно управляющий элемент и внутри спам именно к нему я и хочу обратиться и а задаю ему следующие параметры дисплей блок вы 100 пикселей далее white space задаю ново чтобы запретить словам ломаться чтобы у нас все было в одну линию текст и line-center можно добавить вот и здесь делаю оверфлоу хиды хорошо мы видим что текст наш обрезался кстати можно и шрифт немножко под уменьшить чтобы больше информации влезли видим что текст наш под обрезался и выглядит тоже не очень и чтобы выглядело все более или менее добавляем такое интересное свойство текст оверфлоу эллипсис отлично и теперь что мы видим я немножко уменьшу увеличу масштаб мы видим что наш текст как бы вот так вот сократился и появились такие троеточие вот так же я вижу что он немножко прилип краям экрана поэтому можно краям вкладок можно добавить еще по отступов вот так вот замечательно так вот теперь да она не полноценно мы не можем прочитать весь текст но тем не менее какое-то первое слово которое объясняет что это у нас за вкладка мы можем прочитать таким образом мы можем выйти из данной ситуации когда текст у нас длинный но поместить нам его нужно так что заодно еще вот лови такой интересный приемчик в плане текста хорошо замечательно с этим мы разобрались но хочу также отметить что при первом заходе на страницу у нас все вкладки будут закрыты и для того чтобы сразу отобразить ту или иную вкладку нам вот в адресе нужно указывать вот этот вот хэш который собственно мы писали в наших атрибутах href и айди которых мы видим вот в наших вкладках соответственно если я укажу ссылку вот таким образом с хэшем там 01 у меня сразу будет открыта первая вкладка если там 03 то сразу 3 поэтому таким образом можно сразу показать какую-то открытую вкладку так вот вот так быстренько и просто без всякого джесса мы можем организовать в своем проекте вот такие замечательные этапы и теперь ты точно знаешь как это сделать и и Субтитры сделал DimaTorzok